Муви.ру Есть что посмотреть Внимание! Портал GameStv.ru совместно с компанией Jet Balance проводит конкурс озвучек Победителя ждет акустическая система JB444 Условия смотрите в разделе конкурс на портале GameStv.ru Привет, Голос! Да, привет! Привет, и ты, зритель GameStv! Я инспектор гаджет Голосун, мне нужно знать твое мнение как эксперта. В области чего? В области малого таза, блин! В области гаджетов, конечно! Но сначала за мной нужно поменять фон FailHotNews Ну, говори! В общем, смотри видео! Ну, какой-то очередной японский андроид, и что? Да-да-да, ты прав! Это Актройд-Ф от японского ученого Кокоро! Между прочим, он попал в Книгу рекордов Гиннесса! Так что, я должен как эксперт оценить? Я тут подумал А может, вместо тебя эту секси-лейди пригласить вести программу? А что? Есть пить, не просит! Если вдруг что? Из розетки выключил, и все! Как это? Не, ну серьезно! А зачем ты мне? Так я все о гаджетах знаю! Да еще и голос у меня хороший! Не, ну про гаджеты ты загнул, конечно! А вот голос, да! Хотя мы же никогда не пробовали другие голоса! Ну, женский, например! Есть? Маша! Маша! Залезь на стремянку! Говори! Привет, голос! Привет, гаджет! Что-то отстой, конечно, полный, да? Ладно, окей! Пока тебя оставляем! Поехали обзор! Nokia N8 Внешне этот аппарат выделяется на фоне тщательно зализанных убийц айфона которых различные компании наштамповали уже десятки Мягко скошенные торцы отсутствие кнопки по центру под экраном ни марки пластик корпуса это плюс но вот торчащий сзади объектив камеры это минус По характеристикам смартфон вполне современный яркий с хорошей цветопередачей дисплей AMOLED с диагональю 3,5 дюйма 640 на 360 точек 16 гигабайт встроенной памяти слот для карточек microSD есть Wi-Fi Bluetooth и GPS плюс ко всему есть разъем HDMI что позволяет подключать N8 к телевизору кроме того у Nokia N8 как это сейчас модно две камеры одна на лицевой панели для видеозвонков вторая на тыльной стороне для более серьезных задач задняя камера вполне способна посоперничать с современными цифромыльницами разрешение 12 мегапикселей ксеноновая подсветка запись видео высокой четкости разумеется как у всякого современного сенсорного экрана в данном случае реализован мультитач но у Nokia как и на многих других аппаратах по сравнению с iPhone он реализован на троечку а жаль Nokia N8 умеет работать с внешними USB накопителями через специальный переходник при подключении в системе появляется дополнительное логическое устройство с которого или на которое можно копировать данные прямо с него можно запускать на воспроизведение музыку и видео штатный аккумулятор на 1200 микроампер в час позволяет аппарату реально работать без подзарядки до двух суток типичного использования с разговорами записью и воспроизведением видео прослушиванием музыки что касается самой Symbian и ее функционирования на Nokia N8 то есть два критических замечания первое местами очевидны при тормаживании даже при листинге меню второе Symbian так и осталась сложной и нелогичной системой радует конечно цена в 20 тысяч рублей на фоне других коммуникаторов от HTC Apple и Samsung получается дешевле но от этого ощущение того что аппарат сыроват никуда не улетучивается я понял голос дело не в тебе ну наконец-то ты это понял и в ком же в нем тут же нет никого вот это и раздражает понимаешь нужен какой-нибудь козел отпущения ну чтобы если что-то не так то сразу гаджет ты нормальный вообще нормальный я выпил литр виски съел 4 колеса и покурил травки конечно я нормальный кто-нибудь подержите голосу челюсть а то оно у него отвисло боюсь что будет растяжение это была шутка понимаешь читай по губам давай обезор есть водичка hp g72 а 40 е р название у этой машинки под стать ее внушительному весу заковыристая hp g72 а 40 е р но это пожалуй единственное чем данная модель может не понравиться по соотношению цены и возможностей крайне привлекательная штучка особенно если честно отказаться от попыток использовать ее в качестве мобильного компьютера замена настольного пк вот ее предназначение в отличие от множества современных ноутбуков у этого крышка и пространство под запястьями пользователя не глянцевые тут применили матовый текстурированный пластик экран правда глянцевый стандартная клавиатура черные шероховатые кнопки нажимается с приятным откликом громко не грохочут есть отдельный цифровой блок это тоже может быть удобно особенно если на ноутбуке собираются не только играть но и работать дисплей с диагональю 17,3 дюйма не Full HD его разрешение 1600 на 900 точек киноманов это может и расстроить ноутбук оснащен процессором из серии Intel Core двухъядерный i3 350m с частотой 2,26 гигагерц 4 гигабайтами памяти DDR3 винчестером на 320 гигабайт с частотой вращения пластин 7200 оборотов в минуту такая конфигурация позволяет гонять в игры но не самые требовательные в редакции Fallout 3 к сожалению притормаживал в остальном вполне обычный современный ноутбук видео выходы HDMI и VGA универсальный оптический накопитель 3 разъема USB 2.0 Wi-Fi Bluetooth графический адаптер тоже не самый мощный IT Mobility Radeon HD 5470 но с DirectX 11 совместим и для игр вполне годится словом за свою цену отличная замена устаревшему домашнему ПК а если еще и внешним Full HD монитором обзавестись то и кинолюбители останутся довольны мы так и не решили как разнообразить нашу программу а может ты уйдешь смелое предположение безработного но это была шутка шутка какая-то фиговая шутка никому не смешно а между тем в нашу программу с оглушительным треском врывается СТГ сегодня самым тупым гаджетом признается тостер записнушка мне непонятно как такая хрень может стоить 58 долларов это ж грабеж за грабеж 10 баллов ну так что ты одумался не будешь больше меня выгонять из моей же программы не буду молодец давай обзор айконбит HMP 705 HDMI это не очередной убийца айпад как может показаться на первый взгляд и вообще не таблетка хотя 7 дюймовый дисплей с разрешением 800 на 480 точек неплохо послужил бы и для компьютерных задач устройство под названием айконбит HMP 705 HDMI портативный медиаплеер его главная задача воспроизводить видео высокой четкости и на собственном экране и с выдачей на внешней видеопанели к счастью глянцевых элементов в оформлении не так уж много одна только рамка вокруг экрана сам же корпус из матового пластика асфальтового оттенка смотрится привлекательно не маркий вполне прочный хотя без чехла его носить с собой все-таки не стоит кнопки управления не загромождают лицевую сторону плеера все они разместились сзади пуск остановка ролика регулирование громкости ползунок включения все самое необходимое под руками динамики кстати тоже выведены назад сбоку у iconbit hmp705 hdmi находится слот для карт micro sd выход hdmi гнездо для наушников видео выход порт mini usb и управляющие колесико для перемещения по меню такое большое количество портов и кнопок порой приводит в замешательство а это минус проще надо быть при проектировании господа конструкторы полный набор кнопок управления расположился на пульте оно и понятно 7-дюймовый экран уже можно рассматривать с более комфортной дистанции чем 4-5-дюймовые дисплейчики более мелких плееров пульт тут весьма кстати внутри у плеера 8 гигабайт собственной памяти плюс к тому можно задействовать флеш-карточки и внешние usb накопители поддерживается множество форматов видео включая контейнеры mkw с различными субтитрами аудио вплоть до lossless изображений и тексты в файлах тексти можно принимать fm-радио а также вещать в fm-диапазоне причем все это удовольствие стоит менее чем 6 тысяч рублей вполне вменяемые деньги даже с учетом перечисленных выше недоработок и что же делать я так и не придумал как разнообразить свою жизнь а ведь главное скоро новый год ты чё н.г. еще через два месяца так это очень скоро 9 передач всего а это 9 ст.г нужны какие-нибудь идеи вы слышите нужны ваши идеи для новогоднего выпуска пишите прямо здесь в комментах все с вами был инспектор гаджет и помните я докопаюсь до правды чмоки пока-пока есть водичка внимание портал games tv.ru совместно с компанией Jet Balance проводит конкурс озвучек победителя ждет акустическая система JB444 условия смотрите в разделе конкурс на портале games tv.ru геймстиви.ру 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 геймстиви.ру